почему опасные талисманы из интернета допустим есть в интернете много заговоров заговор это часть талисмана да то есть в основе талисмана лежит заговор который мы наносим на талисман так вот давайте с вами разберемся почему опасность заговор из интернета потому что не раз я в своей практике наверное раз в несколько месяцев там раз в месяца два-три но всегда минимум раз появляется у меня человечек до клиент который приходит ко мне с проблемой что он провел допустим какой-то заговор или купил где-то какой-то талисман амулет естественно не проверив да не посмотрев подходит это не подходит все ли хорошо не все ли хорошо и приходит ко мне с тем что жизнь начинает разваливаться рассыпаться да то есть заговор амулет амулет обряд начинают иметь обратное действие вместо того чтобы сделать плюс хорошо делают минус плохо человек ко мне приходит мы начинаем делать диагностику начинаем смотреть в чем причина и оказывается что причина вот в той опасности которую несут случайные непроверенные заговоры талисманы и так почему во первых это сломанный телефон я регулярно смотрю изучаю форумы да какие-то заговоры с ночью смотрю предложение талисманов да опять же чтобы иметь информацию чтобы иметь осведомленность в этой области я заметила что вот из всего интернета есть буквально там два-три форума я не буду сейчас их называть на них сидят действительно профессиональные люди и там действительно есть какой-то такой адекватный проверенный материал в девяносто пяти процентных случаев те заговоры которые даются в интернете да те рецепты ритуалов которые даются в интернете они ошибочные они неправильные они работают как сломанный телефон то есть возможно кто-то что-то где-то слышал кто-то когда-то делал что-то у кого-то что-то получилось но когда начинают переписывать до инструкцию переписывать этот заговор совершают очень много ошибок обрезанные заговоры то есть нету какой-то важной фразы нету какой-то важной части я как-то зашла в книжный магазин я очень люблю книги мне большая библиотека я стараюсь пополнять всегда и новыми хорошими важными книгами и я нашла увидела такую книгу сборник ритуалов тарисманов от ванги по рецептам ванги мне стало интересно потому что в личность ванги я абсолютно верю действительно она давала очень хорошие прогнозы очень хорошие советы я изучала ее жизнь там ее документы данные те вещи которые она говорила мне это отзывается резонирует и не эта книга заинтересовала я думаю ну может быть я что-то для себя новое узнаю я открываю ее прямо в магазине начинаю листать начинаю читать выборочно заговоры я понимаю что они не составлены неправильно они составлены ошибочно то есть в каком-то заговоре не стоит замок на совершение действия то есть нету конкретного намерения в каком-то заговоре неправильно использована форма образа притяжения желательно желаемого и так далее я задумалась почему так и я вот открываю обложку так где пишется инструкция книги там написано там заговоры ванги в обработке и редакции такого-то там наталии такой-то обработка и редакция ну вы понимаете да что обрабатывать и редактировать заговоры нельзя систему ритуалов менять тоже нельзя то есть это была такая более художественная книга которая на самом деле может быть и не вреда и не пользу ничего не приведет то есть в лучшем случае это пустышка следующая недостоверная информация то есть что-то опять же кто-то где-то услышал перебрал что-то придумал возможно даже не имея образование да не имея опыта работы соответственно эти заговоры не работают дальше приводятся ритуалы по созданию тех же самых талисманов и в них используется несоблюдение техники безопасности любой ритуал до любой заговор любой амулет талисман их нужно делать с учетом техники безопасности допустим нельзя работать некоторые дни то есть новичку опасно допустим работать в полнолуние потому что очень сильные энергии и подключаются негативные энергии и так далее соответственно когда мы работаем с такими техниками когда мы работаем с такими ритуалами очень важно знать технику безопасности но к сожалению в интернете бывает такое что ритуал заговор амулет приводится а как с ним работать особенности работы тоже не пишутся неверное предназначение заговора талисмана берега допустим он имеет себе обызы там на притяжении денег богатство человек его читает но предназначение неправильное он получает допустим деньги богатства но теряет работу и садится допустим на какую-то помощь то или у него там погибает какой-то родственник неожиданно и он получает эти деньги то есть в заговор вплетены какие-то негативные моменты не совпадение с энергетикой заговаривающего про это я вам тоже уже говорила когда закрывать вам просто не подходит когда он просто не совпадает с вашей энергией подключение к эгрегору черной магии такое к сожалению тоже часто бывает ко мне приходили ученики до с которыми мы работали с которыми мы разбирали их жизненные ситуации приходили с негативом буквально самопорчи я вам сейчас покажу такой пример и оказывалось что человек брал заговор из интернета создавал читал заговор там пытался создать себе талисман амулет и вместо того чтобы себе помочь подключался к эгрегору черной магии и получал очень негативные последствия то есть он и получал какие-то свои результаты но и платил он другим и большим допустим получал деньги платил здоровье на очень сильно просаживалось здоровье ну и конечно откаты и платы то есть если мы подключаемся к черному эгрегору если мы делаем неверное назначение там заговора амулета талисмана есть высокая вероятность что мы получим откат до какой-то негативный откат негативную энергетику и для иллюстрации вот этого примера я вам расскажу такую историю ко мне до пришел мужчина пришел мужчина достаточно богатые составляетельные у него большая фирма он работает с госзакупками там у него завода пароходы да вот такой очень колоритный персонаж это как раз тот мужчина который в месяц у него средние доходы в среднем были 15 миллионов рублей в месяц да каждый месяц он был хорошим человеком ну и есть хороший человек хороший семьянин то есть именно тот богатый который честным своим трудом до упорством все это наработал заработал и действительно несет пользу и помощь окружающим людям но пришел он ко мне с такой ситуации он не сказал алена все плохо да я не знаю что делать я понимаю что что-то случилось и что какими-то такими адекватными аналитическими действиями моментами я это не смогу исправить то есть тут явно какое-то магическое вмешательство пришел вовремя спустя два месяца как у него начались проблемы то есть в это время еще можно все исправить и можно все изменить у него что произошло он участвовал в достаточно там крупные сделки он эту сделку выиграл да там был тендер он получил эту сделку начал работать с компанией все казалось бы хорошо но вдруг у него случается резкая энергетическая яма то есть его подставляет партнер с которым он работал более семи лет и все было нормально и хорошо то есть там был чуть ли не близкий человек чуть ли не брат да по отношениям у него возникает конфликт с женой жена берет детей уходит к маме и говорит давай-ка мы с тобой отдельно поживем у него возникают проблемы со здоровьем он теряет большое количество денег да он входит в убытки и он понимает что одновременно вот такая куча негатива не могла взяться ниоткуда он ко мне приходит и я ему начинаю делать отливочку посмотрите пожалуйста опять же пример да как работают случайные заговоры случайные ритуалы из интернета я ему делаю отливку и вижу такую форму то есть посмотрите общий кокон вообще у него пробит у него огромное пробитие идет в энергополе то есть у него нету вообще в принципе полноценного энергополя мы видим только вот такую вот непонятную как бы подковку да и вот как воронка то есть вся энергия утекает причем я ему делаю дальше более глубокое изучение повторную диагностику и у него вот здесь вот выходит как кратник да как закрытие жизненного пути замыкания на самом себе уточняем по таро вот точно так же я со всеми с вами буду работать то есть когда вы придете ко мне создавать талисман работать с талисманом работать со своим энергополем делаем из вас с ним расклад таро и видим что тут башня башни это вообще развал жизни до основания это изменение всего да это полное разрушение причем это магическое разрушение идет здесь шут да это начало пути и дурак шут это как бы обнуление человека сбрасывание всех его достижения до нуля заново все начинаем и уточняющая карта идет повешенной то есть вот они потери денег потери возможности все то есть на человеке сугубо идет негативное влияние но друзья посмотрите какая тонкость негативное влияние то на нем есть а его поле ровное чистое то есть когда на отливку когда идет негативное влияние на человека отливка она начинает бурлить дано вот такими там всякими бурлениями кружочками пузырьками вихрями идет и так далее а здесь его поле ровненько гладенько то есть это не сторонние негативные воздействия я сразу же понимаю что никто на него ничего не наводил но при этом на нем четко стоит закрытие путей возможности полное изуродована и энергополе и он всю свою энергию все свои деньги сливает дачи и как через отходную трубу я сначала даже задумалась то есть я не поняла в чем дело но потом я у него спрашиваю они проводили ли вы какой-то ритуал да не проводили ли вы самостоятельно какой-то заговор потому что вот это все выглядит как будто человек сам себя испортил но этот мужчина по всей диагностики по нашему разговору с ним абсолютно адекватной на хорошем уровне с хорошими деньгами все у него было в порядке и он говорит что да как раз два месяца назад говорит у меня была вот эта важная сделка у меня был конкурент мне нужно было выиграть эту сделку я как-то не понадеялся на свои силы да я решил что мне нужна дополнительная помощь и вот какая-то знакомая посоветовала мне заговор она его нашла в интернете сказала что он хорошо работает и посоветовала мне этот заговор сделать будет я заговор сделал бумажку там надо было на бумажке написать эту бумажку сложил и носил у себя в кошельке как талисман как амулет да чтобы это все сработало и он не говорит да действительно говорит я выиграл эту компанию да я получил этот проект у меня все было хорошо но через две недели начались неприятности я у него попросила говорю давай-ка эту свою бумажку вытаскивайте и прочитайте мне заговор расскажите что в этом заговоре было и когда он мне прочитал заговора я все поняла потому что заговоры было с подключением к черному эгрегору заговор был что-то на уровне продажи души да то есть там был примерно такой текст была конструкция что я вот призываю себе материальные блага я ради них там на все готов отдаю каплю крови края каплю слюны и каплю души сохраняя все свое получаю больше да вот что-то в таком типе роде но те кто знаю да те профессиональные маги которые с этим работают каждый скажет что это заговор на саму порчу на сам из глаз на сделку с черным эгрегором с черной силой в результате мужчина то что просил получил но потом отдал плату в разы больше чуть ли не отдал то есть если бы он еще один месяц затянула еще бы ко мне не пришел он бы потерял семью он бы потерял бизнес он бы остался ни с чем то есть мы с ним конечно же смогли вовремя все это разрулить заговор мы этот амулет мы правильно уничтожили до негатив с него сняли и соответственно все у этого человека наладилось все у него стало хорошо я ни в коем случае не хотела вас напугать этим примером а я хотела вам еще раз показать чтобы вы были осознанными до чтобы вы относились с пониманием к тому что вы делаете и заговоры это круто это хорошо амулет и талисманы это круто и хорошо но внимание друзья в двух случаях первый случай когда для вас это делает маг лично персонально конкретно для вас на конкретно с вами работой персонально лично и опять же будьте внимательно то есть талисманы амулет вам создать создаст мак только после личной подробной консультации диагностики вот это будет работать это будет эффективным и второй способ получить эффективный этому лет амулет и талисман это создать его самостоятельно а а